Доброе утро! Хотел бы предупредить всех, кто будет участвовать, вот о чем. Во-первых, может быть, не до всегда идет очередь. Ваше участие в занятии с домашними заданиями, которые вы подготовили, разбросано на все три часа нашей сегодняшней работы. Кто-то сразу, кто-то немножко попозже. А во-вторых, когда вы будете рассказывать, я, прежде всего, ну и все остальные, я думаю, будем задавать вам вопросы. Поэтому не бойтесь, пожалуйста, это не экзамен. Понимаете, все мы учащиеся перед Богом, все мы изучаем Слово Божие. И поэтому мы хотим, в любом случае, мы хотим узнать. То есть, когда я задаю вам вопрос, это не для того, чтобы вас проверить, а для того, чтобы мы вместе могли глубже узнать Божие Слово. Мы в прошлый раз с вами остановились на том, что такое историко-грамматический метод. Я чуть-чуть возвращусь назад, потому что это понадобится нам для следующей работы. И еще раз скажу о том перевороте, который произвела реформация. Вы знаете, Лютер, а потом уже и другие реформаторы, и в частности, более всего, пожалуй, даже Джан Кальвин, обратили внимание на то, что главное значение, первоочередное значение священного писания, библейских текстов, это значение прямое, непосредственное. А толковать священное писание нужно прямо, искать то значение, которое было обращено к первоначальной аудитории, к тем, кому священное писание изначально было написано. Уже потом, уже после этого можно искать применение. Но пока мы не нашли этого прямого значения, пока мы не разобрались с теми аллюзиями, которые есть, с тем контекстом, который есть, с теми, может быть, традициями, которые были в то время, с тем, кому, почему, зачем написан библейский текст. Пока мы всего этого не сделали, всякие переносные толкования окажутся неуместными. Вот понимание этого на самом деле революционно. Я хочу сейчас вас сразу предостеречь. Дело в том, что сегодня далеко не все, даже в христианском мире, к сожалению, далеко не все в российском нашем христианском мире, помнят об этом принципе реформации и придерживаются этого принципа реформации. Есть большое количество стихов, которые принято понимать переносно. Более того, есть большое количество стихов, которые принято использовать в качестве аргументов в тех или иных ситуациях, а они в этих ситуациях совершенно не работают. Я помню, несколько лет назад слышал аргументы одного пастора, который запрещал девушкам носить серьги. Аргументы были из Ветхого Завета. Аргументы эти относились к заповедям или к словам, которые сказал Бог израильтянам, собиравшимся войти в чужую землю. Они не должны были участвовать, они не должны были быть похожими на язычников. Сделано это было для того, чтобы они не ассимилировались, не стали как идолослужители в чужой земле, потому что израильский народ должен был оставаться уникальным, отличным от всех народов. И вот через три тысячи с лишним лет после этого этот стих используется в совершенно другой ситуации, в современной ситуации, по совершенно другому поводу. Возникает вопрос, правомерно или нет? Можно или нет? Вот метод, историко-грамматический метод толкования священного писания такого использования не позволяет по одной причине, потому что текст был сказан другим людям, под другим обстоятельствам, и потому что повторов в Новом Завете, подтверждающих эту мысль, нет. Новый Завет смотрит на это иначе. Значит, получается, что мы с вами, когда начнем интерпретировать священное писание, можем вдруг сделать для себя несколько удивительных, неожиданных открытиев. Главным для Лютера и для реформаторов было понятие о благодати. Не то, чтобы мы должны были все преобразиться в какую-то определенную видимую форму, но в том, что мы преображаемся изнутри Божьей благодатью. Давайте посмотрим на нескольких конкретных примерах, как работает метод, историко-грамматический метод. Оставим пока в покое то, что касается на сейношение сережек и прочего. Давайте посмотрим еще один похожий случай, но более простой для разбора. Откройте, пожалуйста, притчи 22 глава, 28 стих. Притчи 22-28. Кто найдет первым, прочитайте, пожалуйста. Не передвигай межи давние, которые провели отцы твои. Очень хорошо. Не передвигай межи давние, которые провели отцы твои. Опять-таки, этот стих используется по-разному. В частности, мне довелось слышать, как этот стих использовался в борьбе с нововведениями в церкви. Значит, некая группа молодых христиан решила изменить, или так, стала выступать за то, чтобы изменить порядок богослужения, за то, чтобы церковь как-то более соответствовала современному контексту, в котором несет служение. И вот старшие братья как раз использовали среди прочих аргументов вот этот стих. Значит, смотрите. Вы, ребята, вы не первыми сюда пришли. До вас здесь были другие люди. Не передвигай межи давние, которые провели отцы твои. Вот отцы твои так отмежевались. Вот это вот мир, вот это церковь. Это для мира допустимо, для церкви нет. Вот эта жизнь мирская, эта жизнь церковная. Вот вы, передвигая эту самую межу, в общем-то, грешите против Бога, вы нарушаете непосредственную заповедь священного писания. Ясно, что эта интерпретация несколько натянута. Но одно дело сказать, что она натянута. Другое дело понять, что имеется в виду в этом стихе. И чтобы понять, что имеется в виду в этом стихе, нужно вернуться к первоначальному контексту. Необходимо вернуться к первоначальному контексту. И задать себе несколько вопросов. Основные вопросы толкования. Основные вопросы толкования. Многие из вас помнят эти вопросы по предыдущим нашим курсам, но я повторюсь и добавлю кое-что новое. Первое. Кто и кому говорит эти слова? Кто и кому говорит эти слова? Ну, давайте сразу. Кто и кому говорит слова, записанные в 22 главе, 28 стихе книги-притчи, и как вы об этом узнаете? Кто и кому пишет эти притчи, чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно найти начало книги-притчи. И это не риторический вопрос. Ищем. Кто и кому пишет притчи. Подтвердите это текстом писания. Пишет Саламон, сын, да, или царя? Да, кому? Да, скорее всего, сыну. Почему мы решили, что сыну? Потому что неоднократно в тексте, говорит, сын мой, пишет царь другому потенциальному царю с наставлением на будущее. Понятно, что эти слова содержат мудрость, или несут мудрость, которая относится к другим. Но первоначально один царь пишет другому потенциальному будущему царю. Отец пишет сыну. Кто и кому пишет? Второй вопрос. Где и когда написаны или сказаны эти слова? Где и когда написаны или сказаны эти слова? Это в Терозаконе. Господь говорит Моисею. По-моему. А у вас есть параллельные места? В Библии? Да, в притчах. Ссылочка с этого стиха о притче и на Терозаконе. Терозаконе, 19 глава, 14 стих. Давайте посмотрим. Не нарушай межближнего твоего, который положили предки в идее твоем, доставшемся тебе, и земле, которую Господь Бог дает тебе во владение. Значит, как только мы с вами задали вопрос, кто и кому говорит эти слова, и затем, когда эти слова говорят, вам пришло в голову, и совершенно верно, посмотреть параллельное место. Вы нашли, что эти слова впервые сказаны не в книге притч. Вы нашли, что эти слова еще впервые сказаны в законе Моисея. Потом уже, соответственно, повторены. То есть, фактически получается, что отец напоминает сыну о законе. О Моисеевом законе. О неком установлении Моисеевого закона. А идем дальше. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие. И хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Кто и когда, кто и кому, где и когда. Дальше. Третий вопрос. Какие традиции существовали или какие традиции, относящиеся к этому высказыванию, существовали в то время? Какие традиции, относящиеся к этому высказыванию, существовали в то время? Вопрос этот существенен, потому что... Во времена притч или во времена второзакония? Ну, наверное, сначала во времена притч, потому что мы все-таки начали с притча 1928. Во второзаконии, наверное, еще традиции не было. Да, во второзаконии они только создавались. А во времена притча они нужно было напомнить. Вот что это за традиция, почему, она ведь осталась и сегодня на самом деле, почему важно было вот это размежевание, о чем шла речь? Речь шла о том, что каждому колену был дан удел во владении вечной. Удели тоже это делилось по семействам, и каждый имел свою землю, которая как бы закреплялась вечно. Каждое семейство имело землю, совершенно верно. Которое, в принципе, даже если и закладывалось, или продаваться только могла в семью свою. То есть это было вечное постановление Господне. И поэтому Господь как бы утверждает, что межи передвигать нельзя, сирота обижать нельзя, и земля, которую он дал, должна оставаться именно в семье. Совершенно верно. То есть речь идет о земле, о размежевании, разделении земли. Кстати, то, что сирота обижать нельзя, это тоже важно, потому что получается, что за сиротой в любом случае должен оставаться этот самый семейный участок. Слушайте, пожалуйста, кто-нибудь из вас участвовал когда-то в судебных разбирательствах, ну или даже не судебных разбирательствах, а просто таких человеческих разборках по поводу земли, по поводу вот границы, типа вот твоя территория, вот моя территория. Наверняка кто-то участвовал, наверняка кто-то это проходил. Среди, кто-то был участвовал довольно-таки. Да, вот, собственно говоря, о чем речь идет первоначально. Не передвигай межи, которые заложили, давние, которые провели отцы твои. Значит, как только мы с вами разобрались, о чем, о каких традициях идет речь, о каких установлениях идет речь, смысл этого фрагмента стал еще более очевиден. Сказано было в Израиле, сказано было израильскому народу, были повторены принципы, которые содержались в законе, были записаны в законе еще. Значит, и дальше основывается, мы поняли, что все это основывается на определенной традиции. Традиция земля, традиция распорядительства землей. Очень хорошо. Следующий вопрос, который мы задаем себе. Какова цель? Какова цель? Данного высказывания, данной главы и данной книги. Мы постепенно расширяем данного высказывания, данной главы, данной книги. На самом деле, бывает проще наоборот. Иногда книги, главы и высказывания. Дело вот в чем. Я уже приводил в предыдущем курсе цитату из совершенно замечательной сказки Филатова про Федота Стрельца, где царь говорит, я ж не просто балаболю, я ж политику веду. Значит, вот дело в том, что ни одна фраза, ни один стих из Священного Писания не сказано бесцельно. Определенная цель есть у любого библейского текста. И чтобы понять цель библейского текста, необходимо понять цель всей книги. Иногда эта цель сформулирована напрямую. Например, книга притчи – это наставление в мудрости. Отец наставляет сына, чтобы тот был мудр, чтобы тот мог управлять страной, чтобы он мог управлять людьми. Все остальное на самом деле, чтобы он мог мудро судить. Все остальное на самом деле подчинено вот этой цели. А цель закона Моисеева, поскольку он нас уже отбросил обратно к Левиту, цель закона Моисеева для Израиля была в чем? По этому постановлению или полностью закона? Ну, давайте вообще полностью закона, потом мы сузим к постановлению. Зачем был дан закон? У них несколько целей там. Главная цель о том, что показать, что они божий народ и должны жить по-другому. Они должны жить по заповедям Божьим. Да, да. Божий народ, они должны жить по-другому. Соответственно, закон как детоводитель ко Христу уже, потом цель открывшаяся. Соответственно, закон как средство предотвращения несправедливости, неправедности. Значит, и вот этот фрагмент, в частности, имеет те же самые большие цели. Предотвращение несправедливости, неправедности и научение Израиля жить по-другому. Что оказывается, можно жить по-другому. И когда язычники, живущие рядом, будут бороться, будут драться из-за собственности на землю, Израилю в этом участвовать не надо. Израиль сохраняет эту самую древнюю межу. И вопросы эти решены раз навсегда. Так, значит, общая цель нам понятна. Когда мы с вами поняли общую цель, мы сможем не обращать внимания или обращать не так много внимания на мелочи. Тогда мы сможем отделить главное от второстепенного. Понимаете, с одной стороны, я вам говорил и буду еще говорить, будьте внимательны к деталям. Но с другой стороны, помните, пожалуйста, вот эту старую поговорку о людях, которые за деревьями не видят леса. Будьте внимательны к деталям. Но при этом умейте, пожалуйста, рассмотреть всю картину и уже потом переходить к деталям. Значит, получается, что главная цель текста здесь – это дать некие повеления о земле. Итак, выходит в результате, что использование этого фрагмента как стиха против всяких перемен, изменений в церкви, вот вам разделение, вот вам церковь и мир, ну как-то не прокатывает, говоря современным языком. Не прокатывает, потому что речь на совершенно другом. Вот использовать этот фрагмент, когда речь идет о воровстве, вполне прокатывает. Когда речь идет о том, что один человек или одна семья пытается ущемить интересы другого человека или другой семьи, тоже прокатывает, вполне. Но исследование библейского текста показывает натянутость того использования, того его употребления, с которого мы с вами сегодня начали. И последний вопрос, который мы себе задаем. Каким образом эта мысль подтверждается в других местах Священного Писания и, прежде всего, в Новом Завете? Каким образом эта мысль подтверждается в других местах Священного Писания и, прежде всего, в Новом Завете? Значит, мысль какая? В данном случае мысль о том, что нельзя присваивать себе чужого, чужой земли, но не только земли. Каким образом она подтверждается в Новом Завете? И вот тут мы опять вернемся и к параллельным местам, которые вы уже назвали, ветхозаветно-параллельным местам. И мы также можем посмотреть места Нового Завета, которые говорят о воровстве, о присвоении себе чужого. И вот, используя эти места, мы можем убедиться, что да, эта мысль продолжается, да, эта мысль развивается. С другой стороны, мы с вами можем сказать о том, что, ну, простите, вот первое, с чего я начал, да, первое употребление этого стиха, первая трактовка этого стиха, не меняй сложившихся устоев. Мы смотрим Новый Завет, а, Иисус менял сложившиеся устои, Павел менял сложившиеся устои, церковь, идя в мир, меняла сложившиеся устои. Никогда никто для того, чтобы остановить эти перемены на данное место, на данный стих не ссылался. Значит, с большой долей вероятности, мы можем сказать, что не проходит первая вот эта трактовка, с которой я сегодня начал. Вот я отлично понимаю провокационность того, о чем сейчас говорю. И предупреждаю вас вот о чем. Христиане, наученные толковать священное писание, оказываются христианами зубастыми. В нашем христианском мире, ну, как-то так сложилось, что определенные свои утверждения мы доказываем биением библейским стихом по голове. Причем, ну, даже уже не задумываемся о том, означает этот стих то, что нам надо, не означает этот стих, что нам надо. Нам в свое время это вбили, нам в свое время это сказали, мы потом это передаем другим людям. Потом приходит христианин, который где-то чему-то научился и говорит, простите, но этот стих говорит совершенно о другом. И когда нам такое говорят в лицо, нам может быть не совсем приятно. Ну, прежде всего, друзья мои, если вы беретесь за то, чтобы оспаривать авторитеты, сначала сто раз помолитесь и подумайте. Если вы все-таки будете оспаривать, делайте это с любовью. Будьте готовы учиться. Не будьте людьми, которые выскочили из учебной аудитории, из класса, из семинария и говорят, все, мы теперь все перевернем, все сделаем по-своему. Все равно вам нужно будет учиться. И самое главное, с любовью к Богу, к Божьему Слову и к Божьему народу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok